Дорогие мои друзья, давно я не снимала для вас сериал. Я даже решила создать лист, плейлист для общих раскладок, который будет называться «Он и она». Итак, мы сегодня вот в такой уютненькой с вами обстановочке посмотрим состояние текущих дел в ваших отношениях. Итак, какие выводы он сделал или делает, загаданный вами человек, по поводу ваших отношений. Какие выводы он сделал по поводу ваших отношений, по поводу той стадии ваших отношений. Какие выводы загаданный вами партнер сделал по поводу ваших отношений, по поводу той стадии ваших отношений, в которой вы находитесь. давайте посмотрим сначала сигнификацию кто придет по девятке чаш человек возможно водной стихии до человек который этими отношениями наполняется человек который вам тоже что-то дает по этим отношениям но но смотрите здесь у нас идет праздник то есть для него эти отношения как праздник как легкость с его картина мира как легкость как какое-то знаете такое вечное веселье которое вот дано ему для того чтобы почувствовать эту радость жизни хорошо какие выводы он делает по шестерке пентаклей он считает что тот вообще мужчина осознает что он должен что-то давать женщине видите богатый подает нищему на картинке разговор том что он что что да возможно вы тут как-то фыркали по поводу того что может денег не дает может внимание не дает и вот он кстати кстати он до этого вот у нас с вами добежал так скажем своей голове но а мужчина у нас молодой мужчина у нас молодой яркий эмоциональный понимать понял но каждый раз уходит на эмоциях от этой ответственности о том что вам нужно что-то дать тут понимаете получается что в отношениях больше вы идете как у него добыча как для него добыча то есть по сути может быть девочки кто-то и сам поставил себя в позицию жертвы да как мы девчонки многие любим пусть хоть какой лишь бы ни одной да и вот собственно это та самая ситуация когда мужчина либо по возрасту моложе либо моложе духовно а не зрел да только все воспринимает весь этот мир через эмоции и в себя сама ставите в позицию жертвы добровольно причем добровольно постоянно пара стоит на выборе быть этой паре или не быть закрыть отношения или не закрыть то есть тут разговор о том что идет поиск какого-то баланса какой-то гармонии душевной до в паре но через войну через за неоправданные ожидания через разочарование до через ссоры по десятке позыков можно сказать что тут могут проходить ссоры могут проходить постоянные качели и выяснения отношений по тройке мечей вы друг другу сердца коверкаете разбиваете ой 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 а потом друг о друге ночами мечтаете не спите подглядываете страдаете какие выводы он сделал вы знаете по старшему аркану правосудия справедливость его еще называют можно сказать что по сути этот человек для вас учитель то есть в нашей жизни все люди учителя и этот человек для вас учитель он а вам дает ровно столько насколько вы согласны помните я вначале говорила хоть бы какой лишь бы ни одной и вот это вы и получаете вы пожалуйста впитайте в себя эту информацию и задумайтесь то есть этот человек в априори не может вам дать больше чем вы можете в себя взять от этих отношений одно дело что вы хотите одно но а то как вы себя ведете то как вы позволяете относиться к себе да да вы и получаете подобное притягивает подобное и вот по этой карте я хочу сказать что мужчина знает о том что нужно давать женщине то есть у нас с вами совсем не дурак вышел совсем не глупец до эмоциональной до душой он может быть где-то безответственным но он понимает что у мужчины в этом мире есть определенный порядок энергии есть определенные обязанности перед женщиной которые ну сделала вот так природа мужчину женщину но вы а своими вот этими танцами с бубнами до стараясь быть слишком хорошей девочкой для него не даете ему возможности проявить свои мужские энергии и поэтому получаете по справедливости да да смотрите только что сказала выпадает карта папы со вы берете в этих отношениях роль мамочки девчонки надо задуматься надо задуматься тут смотрите как расклад повернулся тут выводы делать надо вам мужчинам нужные выводы сделал но силу своей эмоциональности в силу своей духовной незрелости не может как-то все пазлы сложить в одно а вы ему не помогаете в этом вы слишком много на себя берете вот опять смотрите опять молодой выходит паш ментакли то есть по сути этого человека нужно вести по сути этому человеку нужно объяснять как жить как вести отношения каким быть в отношениях именно с вами а а вы сама не знаете чего хотите потому что вы хотите лишь бы было потому что вы ни разу не задумывались о том какими для вас по вашей картине мира должны быть отношения чтобы они вас удовлетворяли понимаете все вот эти эйфории по поводу принца на белом коне надо отставить в сторону надо думать о том что конкретно вы хотите от мужчины очень многие женщины вот смотрите мне вот очень понравилась эта вот карта ваш партнер знает знает и понимает и осознает что женщина вправе что-то спрашивать с мужчины но вы не спрашиваете вы сама слишком много этим отношениям даете по причине того что боитесь что у вас не будет ничего очень печально смотрите на дне колоды 9 мечей это разговор о самоограничение на самоограничение о том что вы чересчур себя накручиваете таким образом партнер тоже чересчур себя накручивает разговор о том что сами себя сажаете вот в эту тюрьму непонимание тюрьму ограничений то есть девочки здесь а начали мы про одно заканчиваем про другое человек выводы делает правильные человек выводы делать правильно но в силу повторяю вам силу своей эмоциональности и душевной незрелости он не готов повести эти отношения понимаете он готов идти за вами а вы неправильно подаете себя через эти отношения понимаете вы не находитесь в истинно женских энергиях вы берете в этих отношениях для себя роль мамочки а мужчине больше других вариантов не остается кроме как принимать это потому что вот вы иначе иначе вы либо буду хорошей либо никак не будет да либо буду чересчур хорошей да мамочкой для тебя либо не буду никакой поменяйте свою позицию поменяйте свои приоритет женщина в отношениях должна быть наблюдателем должна оценивать каждый поступок ставлю жирную галку каждый поступок они слова своего партнера нравится или не нравится если нравится то начинаем такую дрессировку погладим по голове скажем какой-то хороший поблагодарим и так далее понимаете если не нравится не надо фыркать надо честно зависит мне не нравится так когда ко мне так относятся я бы не хотела чтобы ты повторил такой поступок в будущем меня это огорчает то есть приведите для себя определенный порядок фраз в голове на какое-то действие которое вам не понравится ни в коем случае не надо кричать ни в коем случае не надо нервировать друг друга давайте возьмем другую колоду и посмотрим потенциал ваших отношений мне кажется должен быть неплохой потенциал ваших отношений от высших сил потенциал ваших отношений от высших сил так что смотрите мой хороший вывод можно делать не только ему но его одной картой потенциал отношений от высших сил и тут у нас смотрите как карта мир карта мир а с этим партнером возможен переход на новый уровень но то есть знаете вот сейчас у вас такой этап который заканчивается непонимание возможно если вы переосмыслите свое личное поведение свое личное отношение вот к этому партнерству да то есть шанс что эти отношения выйдут на новый уровень или заиграют другими красками карта шикарная старший аркан мир это когда все заканчивается хорошо